Приветствую вас! Мне кажется, что у вас есть два возможных аспекта проблемы. Первый аспект проблемы – это проблема физиологическая. То есть, ну, вот, вы называете определенные симптомы своего состояния. Говорите о том, что у вас возрастают звуки, включенный телевизор и так далее. Пока не будем углубляться в частности, а скажем в общем, что дабы не плодить отличные теории, где одна страшнее другой, мне бы, вот знаете, этого не хотелось вас как-то пугать. Сначала скажем так. Может быть, никакой психологической именно проблемы у вас нет. Может быть, делаем все только лишь в психическом состоянии, в этой физическом состоянии. Если делать только в физическом состоянии, то вам желательно обратиться к врачу, пройти медицинское обследование, проверить свою нервную систему. Ну, то есть, поработать конкретно над своими, так сказать, элементами здоровья. Может быть, что-то вам это даст. И, судя по описанию симптомов, вполне возможно, даст вам это многое. По крайней мере, вот то, что вас раздражают какие-то вещи, это, боюсь, совершенно не нормально. Дальше. Следующее, о чем хочу вам сказать. Теперь уже давайте попробуем все-таки более конкретно поговорить. Значит, предположим, что вас раздражают не какие-то такие вот абстрактные звуки. Предположим, что вас раздражают все-таки, ну, скажем так, например, дети. Если вас раздражают дети, то почему они вас раздражают? Какие чувства они у вас вызывают? С чем связаны эти чувства? Очень важно для себя на этот вопрос ответить. Потому что, ну, раздражение просто так не появляется. У него всегда есть причины. И мне бы хотелось, чтобы вы для себя эти причины, которые у вас есть для раздражения на детей, для начала, постарались бы определить. Это первое. Второе. Под вторым пунктом у вас идет мама. И телевизор, который она включает. Здесь тоже может быть свой подтекст. Например, мама может раздражать вас, потому что вы так в городе не живете. Она вам устанавливает, например, свои какие-то правила. Она вам как-то указывает постоянно. И вас это может, вообще говоря, очень сильно напрягать. Вас это может раздражать и бесить. И здесь как бы встает такой вопрос. Насколько у вас хорошие, гармоничные, понятные отношения со своей мамой. И если отношения хромают, то с ними, конечно, нужно разбираться. Детско-родительские отношения желательно бы прорабатывать. Но, вообще-то говоря, стоит подумать о том, чтобы все-таки как-то жить уже, наверное, отдельно от мамы, потому что пора. Вы работаете, вы, собственно, зарабатываете, наверное, вы чувствуете себя хозяйкой. А раз так, то по-другому, к сожалению, наверное, не получится. То есть вот получается так, что раздражение ваше, оно состоит из нескольких фасторов. Это отношения к детям, это отношения к маме. Это, может быть, даже отношения просто к людям. Вот вы здесь пишите, что, значит, когда дома появляется мама или кто-то звонит, то вы раздражаетесь быстрее, просто быстрее высказать мысль или молчать. Собеседники обижаются, а вы становитесь замкнуты. Откуда это ненависть к окружающим, а слабость и раздражение к звукам? Видите ли, ненависть к окружающим у вас, вот по тому, что вы описываете, является следствием. Следствием того, что окружающие ассоциируются у вас только с, ну, с чем-то негативным. То есть вас раздражают как таковые не окружающие сами по себе, а я бы сказал, скорее, то, что они делают по отношению к вам. Это может быть, собственно, генерация звуков, вот тех самых звуков, которые вас и раздражают. Ну и в таком случае нет ничего удивительного, что у вас ненависть. Знаете, если, например, предположить, что у кого-то повысится чувствительность, и эта чувствительность будет настолько сильная, что каждый человек будет причинять боль. Ну, пройдет не так много времени, прежде чем подобный человек начнет ненавидеть всех окружающих. И дело здесь не в том, что он ненавидит людей, и вы людей не ненавидите. Знаете, нервность – очень сильное чувство. А я не думаю, что вы ненавидите людей, я думаю, что вы ненавидите то, что они вам причиняют. Но, а причиняют они вам почему, мы уже, в принципе, это сказали. С чем связано вот то, что они вам делают. Значит, а почему вас раздражают звуки? Опять же, мало информации вы дали про свою работу. То есть написали, что вот работа вам вроде бы как нравится. Работа нравится. Но при этом звуки раздражают. Причем раздражают настолько, что вы даже стали слабы и как бы чувствительны. И непонятно, что ли вас раздражают именно сами звуки, которые издают дети. Тогда вам работу в принципе не могут нравиться. Потому что работать препятавателем значит работать со звук. Надеюсь, вы согласитесь. Или вас раздражает что-то, что на вас влияет через звук. Вещи все-таки немного разные. Надеюсь, вы понимаете эту разницу. Разница есть. И дабы не путать причину со следствием, дабы не путать одно с другим, И я рекомендую вам в первую очередь обратиться все-таки, наверное, в врач. Чтобы через врача посмотреть, что именно с вами происходит. Если врач ничего у вас найдет, если врач скажет, что у вас, например, все в порядке, и проблем никаких у вас нет. То тогда проблема в том, чем вы занимаетесь, и проблема, наверное, в том числе, в том, как вы живете. То есть, совершенно очевидно, что жизнь, в которой вы сейчас живете, может вас не устраивать. Вообще говоря, это, ну, такая, более чем нормальная реакция. То есть, быть недовольным своей жизнью, быть недовольным тем, как ты живешь. Вообще говоря, нормально. В этом нет ничего такого дурного. Но это важно принимать. Это важно себе не подавлять. И это важно как-то реализовывать. То есть, если, например, у какого-то негативного фактора в вашей жизни будет срок, то есть, вы будете знать, что вот, например, есть вещь, которая мне не нравится, но я терплю это до вот определенных пор. А потом мне лучше терпеть это, например, не нужно будет. Вот если у вас будет все так, именно, тогда это одно. А если никаких сроков у вас нет, и вы сами не знаете, как долго все это будет длиться, например, как долго вы будете жить с мамой, или, например, почему у вас до сих пор нету молодого человека, кстати, может быть, это тоже влияет на вас, отсутствие личной жизни. Если у вас все это бессрочно, то вот отсутствие раздражения. И понятно, я надеюсь, что с детьми вам пока что работать, ну, нежелательно, пока вы находитесь в таком состоянии. Потому что дети, они чувствуют, и либо они будут вас еще больше ввергать в это состояние, либо они будут как-то тревозиться и бояться вас. Возможно, все. Поэтому я рекомендую вам подумать и о себе, и о детях. Ну, и завершая свой ответ, мне бы хотелось еще раз еще подчеркнуть, отдельно, наверное, подчеркнуть тот факт, что не стоит сразу думать, что проблема чисто психологическая. То есть, вот, по моему мнению, психология, эсцепт психологии, здесь может быть не связано ничего. Тогда все-таки не будем спешить с выводами и все-таки постараемся как-то изучить вашу проблему более детально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!